здравствуйте дорогие друзья меня зовут ирина и вы на моем канале запасные крылья на моем канале я рассказываю о том как я похудела на 94 килограмма укрепила мое здоровье улучшила внешность а также обо всем что меня интересует ставьте лайки и нажимайте на колокольчик подписывайтесь чтобы жителей нашего чудесного доброжелательного города стало как можно больше сегодня дорогие друзья я снимаю мой обычный привычный диетический день на завтрак как всегда у меня была геркулесовая каша с бананом это 35 грамм геркулеса 60 миллилитров молока 280 миллилитров воды 140 грамм банана 5 грамм кокосового масла 100 грамм зерненого творога 15 грамм изюма и кофе с молоком вы знаете мне кажется если меня ночью разбудить и спросить я столько лет подряд ем мою кашу то с небольшими вариациями с поправкой на сезон то есть если лето то больше там свежих фруктов но тем не менее меня ночью разбудит не я это выпалю без остановки и без ошибок сейчас же дорогие друзья мы любуемся на мой комплексный обед давайте сразу посмотрим что у меня сегодня на подносе это необычный обед потому что мало того что он комплексный из трех блюд так он еще стоит и на подносе давайте все рассмотрим сверху дорогие друзья полюбуйтесь на мою новую сервировку на подносе на комплексный обед гораздо удобнее подавать и вы знаете я сразу вспоминаю вот эти столовские времена я очень любила есть в столовой не знаю почему объяснить это не могу хотя у меня дома всегда бабушка сима прекрасно готовила потом я сама прекрасно готовила я очень любила столовые единственное что я думаю подносик тому и маловато надо задуматься о покупке побольше размером с мой столик так будет гораздо удобнее и видите как здорово и мои птички это соль перец и вот мои столовые прибора на салфеточки теперь и вот суп как мне понравилось класть туда вот эту ножку целиком она постная на вываренной видите здесь нет медали и жира сверху а вот салат он получился вкусный и легкий и вот гречка с баклажанами и брокколи мне очень понравилось от сочетания лук брокколи баклажаны курица и гречка в последнюю минуту мне пришла в голову это хорошая идея добавить брокколи и это была отличная идея мне очень понравилось согласитесь дорогие друзья что этот объемный здоровый прекрасный комплексный обед отлично насытит и даст на долгое ощущение сытости я дорогие друзья жару на дух не переношу и мне нравится климат средней полосы вот до 15 лет каждое лето я проводила на даче в подмосковье на истре это недалеко от станции на хабина и я помню ту чудесную летнюю погоду которая была полвека назад летом средней полосе было примерно 24 градуса и утром приходилось какую-нибудь кофту надевать и только ближе уже к полудню солнце разогревало все и мы уже бегали раздетые в те времена только один раз было жаркое лето по моему 71 году когда горели леса торфяники и везде у нас в деревне были такие таблички при входе в лес что костры не разводить я помню а все остальное время погода была умеренной сейчас дорогие друзья конечно климат сильно изменился стал более жарким и мне ужасно некомфортно при высокой температуре а на этой неделе к моему счастью стало прохладнее и я с холодных супов перешла на горячие и с утра я сходила в магазин и увидела по скидке продавались куриные голени с кожей и я в магазин теперь в жару хожу всегда с утра пока еще воздух не сильно раскалился за ночь асфальт и дома немного остывают насколько же в городе жарче чем на природе на даче например и вот сегодня я решила приготовить комплексный обед то есть салат первое и второе из куриных голени я решила сварить суп как лучше варить суп из куриных коленей чтобы он был более полезным и менее калорийным очень просто во первых нужно конечно для начала снять кожу что я и сделала а во вторых залить куриные голени холодной водой довести их до кипения прокипятить две-три минуты и слить вот эту воду в которую вышла часть жира и всякие там наполнители которыми шприцуют курицу и часть антибиотиков тоже выйдет если они вдруг там есть я слово вдруг говорю не случайно потому что я прочитала что на куриных фермах работники вынуждены давать курам антибиотики из-за высокой скученности это не их блажь это суровая необходимость а мы с вами узнав об этом стали бояться этого мяса с антибиотиками но не вся курятина в продаже содержит антибиотики потому что они выводятся из организма через определенное время но если курицу забили сразу после дачи антибиотиков и не успела пройти достаточно времени для вывода то вот тогда лекарства и остаются в мясе поэтому сейчас роспотребнадзор стала строже следить за этим и кстати есть добросовестные производители которые не нарушают правила так что по большей части мы сейчас едим с вами мясо без антибиотиков куриное мясо но я дорогие друзья по старинке все равно подстраховываюсь по привычке потому что шприцевание к сожалению никто не отменял но и лишний жир мне тоже не нужен а после этих манипуляций я варила суп как обычно сначала проварила эти голени с луком и морковкой и корнями сушеными корнями петрушки и сельдерея я вообще без этого не готовлю вот без петрушки и сельдерея бабушка сима не готовила без корней и я вот это унаследовала от нее меня всегда во всех супах эти корни есть и кстати дорогие друзья одно время их не было а сейчас они продаются на валбересе и если кто-то тоже без них жить не может имейте ввиду они там есть а пакетики такие там сушеная петрушка пастернак и сельдерей далее я в мой суп добавила овощи капусту картошку лук и морковь и специи хмеля сунели соль перец немного сахарозаменителя я всегда добавляю их потому что мне нравится баланс сахара соли кислоты и так вкуснее всегда а вот замороженную зелень укроп петрушку кинзу я всегда кладу уже в готовый суп и для клетчатки и для полезности а еще я люблю в такие супы типа щей класть в тарелку порезанный чеснок я тоже с детства привыкла к этому вот по привычке тоже так делаю обычно как вы видели я в супы кладу сметану но сегодня в магазине я отвлеклась на курицу и просто забыла купить сметану и получилось что я невольно сэкономила калории которые я смогла потратить на второе блюдо калорийность моего супа 35 килокалорий на 100 грамм я его не просчитываю я знаю эту калорийность я раньше супы просчитывала много много раз на второе же я захотела поесть гречки давненько я я не делала и я решила сделать в кастрюльке гречку с баклажанами курицы и брокколи рецепт 2 гречки с курицей 250 грамм куриных бедер я срезала весь жир с них это 375 килокалорий 200 грамм сухой гречки это 700 и 500 грамм овощей баклажаны лук и брокколи 150 килокалорий соль перец и чеснок калорийность гречки с овощами и курицей получилось 88 килокалорий на 100 грамм как всегда я вам напоминаю что это низкокалорийное блюдо любое блюдо калорийность которого ниже 100 килокалорий на 100 грамм я сварила куриные бедра воду слила а потом их порезала в кастрюльку залила водой один к двум с половиной и сразу положила туда замороженные баклажаны половину лука и насыпала гречку тут же положила специи соль перец и чеснок и все это я поставила вариться примерно через 15 минут когда гречка уже была практически готова я добавила уже оставшийся лук и мне в этот момент пришла в голову гениальная идея добавить немного брокколи после того как я все это положила я еще чуть-чуть совсем поварила буквально несколько минут попробовала все готово я не люблю когда брокколи превращается в кашу и сделала третье блюдо это салат из сырых овощей но не простой а золотой то есть секретным ингредиентом я взяла 350 грамм овощей огурец помидор редиска красный лук зеленый лук петрушка укропа кинза это 105 килокалорий 10 грамм масла 5 грамм нерафинированного подсолнечного моего любимого и 5 грамм масла виноградной косточки это 90 килокалорий соль и перец а секретный ингредиент дорогие друзья это ваниль именно ваниль они ванилин я узнала об этой хитрости в интернете у маститых поваров и меня сначала это очень удивило и заинтересовало и я как экспериментатор инноватор сразу решила это попробовать и знаете мне понравилось это новое непривычная такая необычная нота в салате натуральная ваниль пахнет легко ненавязчиво и оказалось она отлично подходит к овощным салатам ну кто бы мог подумать а у меня кстати была она уже давно это натуральная ваниль а осталась она у меня в наличии именно потому что имеет слабый запах и у меня на выпечки не пошла то есть я перешла снова по старинке на искусственный вот этот ванилин потому что я привыкла к его запаху и он такой мощный а натуральная ванилин такая легкая слабая и пахнет она не похоже кстати на ванилин хоть как бы ванилин является ее аналогом но на самом деле не так и почему я для салата взяла два вида масла уже давно диетологи советуют для полезности чтобы получать больше разнообразных жирных кислот и витаминов смешивать разные масла я вот помню даже кто-то говорил из диетологов что если допустим вы в день собираетесь использовать три столовые ложки растительного масла то вы заведите себе такую маленькую мисочку и прямо с утра смешивайте в ней допустим подсолнечное оливковое но я не знаю какой и допустим кунжутное если вы его едите смешиваете а потом вот это три масла и уже добавляете туда куда вам надо и я с этим полностью согласна чем больше организм получит разнообразных микроэлементов витаминов тем лучше для его внутренней стройки и я теперь буду делать это чаще потому что на мой взгляд это очень разумно калорийность моего салата получилось 54 килокалории на 100 грамм моя сегодняшняя порция это 300 грамм супа 105 килокалорий суп у меня сегодня жидкий но как вы видите не типичный совершенно потому что когда я делаю комплексный обед то суп у меня для насыщения и для удовольствия потому что я жидкий суп и ем крайне редко я от них получаю удовольствие то есть он такой водянистый 250 грамм гречки это 220 килокалорий и 180 грамм салата из свежих овощей 97 килокалорий и того 422 килокалории то есть это немного это даже немножко меньше моего обычного обеда и хотя объем вот моей порции кажется большим на первый взгляд но на самом деле суп легкий салат тоже он такой достаточно легкий хоть и объемный но зато вот этот объем он дает разумеется сытость и сытость надолго и вы знаете дорогие друзья вот я сегодня испытала ностальгические чувства приготавливая вот этот обед потому что именно так мы раньше обедали в советские времена долгие десятилетия именно такой обед на подносе прямо на подносе подавали в столовых и он был тот столовский обед между прочим отлично сбалансирован и моя еда получилась полезная в ней есть все что нужно организму для жизнедеятельности для здоровья и главное для иммунитета которым я радею в ней необходимый белок много клетчатки полезные сложные углеводы в виде гречки микроэлементы и витамины и достаточное количество полезных жиров я всегда слежу за жирами приготовление этого обеда потребовал от меня больше времени но это так кажется зато теперь у меня есть суп на два дня вперед я взяла такую знаете среднюю кастрюльку немаленькую но потому что глупо мне кажется в малюсенькой кастрюльке варить поэтому завтра мне будет вы готовите обед гораздо быстрее суп то у меня уже есть но вот дорогие друзья заболталась сейчас я как наемся обращаюсь с вами до моего полдника а вот дорогие друзья мой сегодняшний полдник это чай молочный улун а это совершенно необычная вещь которую я увидела в магазине и сразу же купила на десерт это называется йогурт с манго со вкусом пломбира вы подумайте посмотрите как это выглядит завлекательно и название да такое завлекательно сейчас я его откроем и посмотрим что там внутри ой какая красивая масса и как вкусно пахнет необыкновенно смотрите какая густая на вкус мне очень понравился это совершенно не приторно абсолютно не приторно нежный привкус такого пломбира знаете классического пломбира и легкий вкус манго она на вкус очень напоминает обычный йогурт и знаете мне это очень понравилось потому что как правило все то что я покупаю но вот такие вот творожки они очень сладкие и в охотку приятно съесть вот такой слабо сладкий продукт я рада что я его купила для разнообразия но честно говоря дорогие друзья он мало чем отличается от обычных йогуртов вот с какими-то фруктовыми добавками но меня прельстила эта новинка и большая баночка калорийность вот этой баночки целиком видите не зря excel написано 205 килокалорий но я думаю что все эти килокалории полезные потому что сахара здесь крайне мало а вот зато молочных бактерий я думаю много но вот дорогие друзья сейчас я с удовольствием даем эту вкусную баночку йогурта и прощаюсь с вами до моего ужина а вот дорогие друзья мой сегодняшний очень вкусный и аппетитный ужин который называется теплый салат из белой фасоли с консервированным лососем я очень полюбила теплые салаты и рецепт у этого салата элементарный 100 грамм белой отварной фасоли это 125 это знаете такая обычная самая простая фасоль не лима та которая дорогая обычная из супермаркета 220 грамм овощей это помидоры лук огурец и редис 66 килокалорий одна порция консервированного лосося это 100 килокалорий 15 грамм маслин 35 килокалорий 5 грамм масла с базиликом 45 килокалорий вы знаете дорогие друзья по рецепту сюда нужен базилик но он в ближайших магазинах так редко бывает и поэтому меня для подстраховки есть такая маленькая бутылочка с базиликовым маслом она отличная когда у меня нет живого базилика я его всегда подливаю вот пожалуйста баночка крошка вы не представляете до какой степени яркий вот запах базилика у него мне кажется что он вообще ничем не отличается этот запах от настоящего сарова базилика и вот эта фирма леа туранжель она везде продается и у нас но я покупаю на iherb но вообще на везде я раньше покупала ее здесь у нас она повсеместно эта фирма и можно найти во многих местах и теперь вот это маслом не всегда когда я делаю песто или что-то если не друг базилика живого то вот это отлично выручает 56 грамм отварное яйцо это 89 килокалорий а из специи я положила соль перец и чеснок вообще подобный салат называется не с у вас то есть он придуман в ницце но я дорогие друзья модифицирую его по-своему на свой лад у меня почти всегда есть банка каких-нибудь рыбных консервов маслины яйца всегда есть и я добавляю в этот салат то стручковую фасоль то как сегодня отварную фасоль и сегодня я вот добавила базиликовое масло потому что я в такой салат базилик часто кладу заправки для него я делаю разные иногда когда у меня есть анчоусы то вообще получается аутентичный салат потому что основными компонентами салата несуаз являются отварные яйца помидоры оливки какая-нибудь рыба чаще всего анчоусы иногда базилик тунец и я читал дорогие друзья что до сих пор люди спорят о том какой же состав должен быть у настоящего салата несуаз сегодняшняя моя порция на тарелке это 460 килокалорий то есть моя привычная калорийность ужина и знаете дорогие друзья я полюбила этот салат за простоту и за то что его очень легко считать на калорийность потому что его можно собирать прямо в тарелку согласитесь это очень удобно сначала я в тарелку кладу отварную фасоль и записываю потом все овощи вместе и записываю и заправка и все то есть масло и все и вот пожалуйста весь состав этот салат такой сытный вкусный и очень красивый ну вот дорогие друзья сейчас я с огромным удовольствием съем мой салат любуюсь очередным пламенем костра посмотрите какой костер интересный немножко сбоку он мне понравился и поэтому я буду есть глядя в него посчитаю все запишу а в конце как всегда моя любимая аффирмация с каждым днем моя жизнь чудесным образом становится лучше и лучше во всех направлениях пока пока